Сегодня у нас съемка виноградных улиток. Мой каррига по работе набрал на даче вот таких вот крупненьких виноградных улиточек. Собственно, для капского варана это будет деликатес. Конечно, их можно есть и человеку, если соблюсти некоторые рецепты и предписания по приготовлению. Вот такие вот они крупненькие размером, больше перепеленного яйца, но съедобна у них только их нога. Все органические части, в которые они ходят. Конечно, капский варан может съесть их и сырыми, вместе с панцирем, буквально раздавив его. Но в данном случае это не наш метод, поскольку капские вараны обитают в тех местах, где виноградные улитки не водятся. Неизвестно еще, как твердость панциря повлияет на пищеварение. Поэтому с виноградными улитками я поступлю несколько проще. Вот сейчас они оттаивают после холодильника. Удивительно, но даже если положить виноградных улиток в морозилку, то они просто уйдут в спячку и выживут при дальнейшей эксплуатации, если где-то в более теплое место их поставить. Конечно, это сослов коллеги, но я их тоже держал в нижнем отделении своего холодильника при температуре около нулевой. И они мирно спали. Ну а как только я поставил их в ванну с теплой водой, они начали усиленно оттаивать и искать себе пропитание. Так что, вот такой вот метаболизм у улиток могут выжить даже в экстремально холодных условиях. Плюс их достаточно легко снимать, так как они очень медленные. Собственно, о чем я? Вот этих улиточек я воспользуюсь некоторым рецептом, найденным в интернете, и просто свариваю их. Ага, одна улиточка решила погулять, перебраться с ведерка на такой вот небольшой лоточек пластиковый. Конечно, ничем хорошим это не закончится. В воду они не резут, предпочитают просто влажные места. Влажные, тенистые места. Достаточно хорошо прогреваемые. Ну да, поскольку я ей буду давать варану, я их закину в кипяток, а затем отделю вседобную ногу от остального панциря. Конечно, стоило бы их подержать еще пару дней, чтобы они избавились от того, что нажрали. То есть, от всякой древней, которую они жрут в естественной среде. Но поскольку у коллеги они аж с четверга той недели, думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы они успели, как говорится, просраться и немного очиститься. Множевых улиток я отделю от мертвых, если таковые там есть. И очень скоро наш капский варан получит интересный деликатес. Отличающийся от его обычного рациона, но тем не менее полезный, так как, согласно исследованию, в фекалиях капского варана были найдены остатки раковин и самих улиток. Примерно в соотношении 3%. Так что, какое-никакое разнообразие будет полезно для нашего варана. Плюс, это чистый белок, которого сейчас очень не хватает. Постоянно ездить за сверчками и затем распределять их по коробочкам, как по квартирам, достаточно муторно и занимает очень много времени. Вот такие у нас виноградные улиточки. Скоро будем их готовить. Продолжение следует...